а еще прикол в том что я машину когда не покупал то есть покупал мой кореш с вечера я как бы пришел даже это не в курсе что типа как ну кто вообще хозяин этой машины и стоит хозяин машины мы подъехали колесами поменяться я ему рассказывать типа ты знаешь этот ланус а на самом деле ты вопрос . он купили ланус под проект автомобиль да вот такой ланус короче купили мы его тут прыгали на крыше жесть от ночи танцевали на крыше а ты знаешь дает ланус внутри страшно 10 дверь под замену сто процентов что у нас тут движок от бмв отсутствует ну да такой литр и уходит в месяц литр в день уходит бензин или масло и масло бензин можно прям как как лодочный мотор смешивать все вместе до короче самый главный косяк это вот порог дыра это короче вмятина резина разная сейчас поменяем на зиму от правую сторону будет лысая там салон страшно залезать да тут тоже мяч на крылья поснимаем телефон ну прикольно смотрите что тут сзади вообще тут целый музык музыкальный не знаю как называть то все шпильками усилена да тут просто короче двухместная машина короче пацаны это просто двухместная машина здесь была куча музыки здесь были огромные карты я фотку вставлю здесь колонки все короче поснимали максимально чтобы удешевить машину в общем тут все шумованы в 10 слоев со дна до потолка балтика мягкая можно это бахнуть по дороге как бы все дела короче есть то есть что-то тут разбирать во первых очень сложно во вторых нет смысла надо как-то этот проект короче сделать чтобы он оставался музыкальным по-любому да если бы я знал что будет дальше я бы так конечно не говорил я точно разбирать не будем это вообще приз студию как всегда все в последнюю секунду мы короче не успели пока еще установить делаем другую машину но объявление на авито у нас короче висит и чтобы она у нас не сгорела за она была куплена между прочим за 1200 по-моему до одного получилось чтобы она не сгорела мы короче выставили ланос подешевле но пока так как есть так сказать за 85 мы выставили и вот сейчас короче чел хочет посмотреть а у нас не клемма не одет не бензин и залив у нас тут вообще вес мотор снегу у нас минус 22 сегодня вон как все замело не выехать не заехать надо сейчас короче он уже звонит он уже здесь типа через пять минут приедет она очень сильно дымит на холодную надо ее скорее скорее короче завести откопать и продать и продать это будет вообще новогодний подарок но я думаю как только он увидит мятую крышу ему зон сзади на пол сиденья не но я надеюсь конечно она лучше но посмотрим попробую его подснять его реакцию как он на полевом сниму пары никакой придумал хитрый способ нагревать бензин берешь на помойке бутылку от жигулевского в нее вставляешь напильник чтобы клапан нажимал и все я могу даже одной рукой смотрите заливать и все ништяк прям уходит как на звезд так что такого как напоминаю на минус 20 он уже звонит все он уже звонит скажи подъезжаешь или ты не берешь пока серёга не мы едем нет друг на тройке просто он у него 7 что угодно плохо заводилась мы едем уже я думаю минутки 45 мы сейчас едем через труды с другой стороны едем сейчас да точно что да 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 сейчас я про мам подъеду позвоню скажу куда проезжать дальше ага ща я заведу давай сказковат это сильно затягивает она уже треснута клемма короче ничего у нас не завелось мужик сказал заведете потом покажите мы решили открутить свечки что он про кстати откручивать ходу движок грязный там все за за фарш мачивать поэтому жрет масса может просто промывку сделать типа промывку двигателя бензин туда налить поработать слить бензин лучше все движок мой мне когда бензин попадал в тройку вот он мне движок промыл столько говна у них а тебе нету осталось там ножкам этих бензине то можно и помыть можно тряпочками протереть просто короче мы съездили за дверью вот на кусок был на телефоне записано как я это дверь покупать вот такая классная короче дверь досталась от собак не злых что короче дверь походит допустил вот ают крау ну тогда бы классно по это кто-то хорошо так покрасил закипанием лака а или капельки просто ты пофиг все равно стирать все будем ну пойдет на сам вариантов как бы нет чем смотреть двери дверь а чего тут прям ездить машина были на автомате да а где у него панель классно супер салон сбитого ланса немножко на пупырях он говорит типа летом по телу ну вообще в отличном состоянии она даже с обшивкой внутри вообще супер даже с рестайлинговой обшивкой вообще класс короче просто люкс до купили мы эту дверь всего за три тысячи и оказалось что у него еще много всяких ништяков на ланос ему у него прикупили прям задарма он отдал нам коврик багажник у нас было просто бираж под ним еще запаску нашел на помойке он принес но нам от отдал отдал уплотнители всякие короче пластмассы салона багажника ручки-дрючки подстаканники короче все еще был начал нам раздавать какой дед мороз подарки на рождество отдал нам даже крышу потолок у нас тоже нет из потолка отдал палас салона короче еще отдал другую дверь тоже заднюю она мне нужна но мы ее купили там за буквально 700 рублей потому что у нее есть обшивка у нашей нет обшивки и купили еще крыло за 700 рублей тоже почти в отличном состоянии короче очень удачно съездили всего набрали сейчас все что нужно в этот гараж загрузили все чего не нужно отвезли с другой еще мы короче купили сегодня клеевые палочки сегодня у нас будет ролик можно ли клеевыми палочками выправить крышу вот так сейчас их нагреем вот так причепок и мы будем хоп крышу доставать на две такие вот огромные вмятины хорошо прям видно вот короче нам надо сейчас заменить дверь и потом заняться крышей вот эту дверку сейчас заменим и надо будет дождь поклевать и сегодня надо его уже будет перешкурить а что думаешь серёга загрунтуем сегодня короче если все попрет и повезет то мы сегодня еще и загрунтуем это вообще будет супер а завтра останется только покрасить и потом собрать но это еще не финальные результаты так накидано тут что там склеилась ерунда мы даже эту фигню короче он почти серёга починил вот эта хрень которая держит капота на всех машинах у нас не работала мы из двух половинка склеили короче стеклоткани и вот так я короче здесь соединили вот движок так выглядит отмытый хотите она силиконе все проводочки все набрызгал что вперед я давай давай все так вот движок помыли все отмыли теперь она хотя бы заводится это очень хорошо теперь предстоит работа все сделать с ней сняли зеркала поворотники там задние фары сняли потом опять назад поставили поехали на мойку чтобы все это короче отмыть вот такие вмятина на крыше такие огромные сейчас короче тут дуну силиконом этим полироли чтоб все блестело черненькое чтоб все красиво было бронепровода потом новые купим какие-то здесь вообще они прогоревшие какие-то убитые короче она синим дымом дает через глушитель но потом она вроде как расходится вот такая здесь коррозия все тут короче каждый элемент о покрашена смотреть как прикольно какая шагрень прям как это первый раз машинка накрасить такая же супер апельсиновая корка называется вот типа откручивали дверь одна под замену остальные ремонтировать поехали на мойку потому что на были все отмывать это вообще жесть колеса надо покрасить хотя бы в черный грунт потому что они вообще выглядят ужасно сняли значки вот такие колеса смотрите отвратительные колеса надо хотя бы черным грунтом покрасить потому что вид это вообще сразу минус 20000 машина лючок не держится проделать надо вот эта дверь под замену естественно даже пытаться не буду ее делать за 3000 можно купить дверь поставим другой дверь покрасим цвет решили опять короче все равно ее красит полностью вот здесь немножко вы стучили здесь зашпаклюем либо можно снять выбить это залом вот эти арки надо будет о и пороги надо будет сделать наши любимые стеклоткани также это колесо отвратительно выглядит фары более-менее но тоже запотевшие по движку осу четко все какая чистота это еще даже не наполировано это еще так промежуточный вариант теперь выглядит они такие свеженькими новенькими и со стороны так вот движок выглядит вообще нулевый прям двигун в натуре он еще один и 513 такой тип еще мощный мощные машины ничего там получается гаденыш вы бредят блять за старое взялся 5 взялся за старое ну тут вообще по халяве такая маленькая дырочка пенополекс от утепления кстати короче тут вырезали дырочку все нормально и очищу диски они же скаке убиты это сейчас это сейчас они уже хорошие были еще в 10 раз хуже со всех цинкарем преобразователем набрызгал начистил пока компрессор отдыхает я чищу диски когда почистил диски чищевой ширку эти на 240 короче затираю а серёга клеит пороге я думал ты человек так ну вот так короче заклеили мы сегодня эти диски вот так вот а так вот типа как игральными картами только по тупому бумажка такой пацан получился сейчас будем их носить черный грунт тачку замотовали и все грунт наносим быстро на диски и сваливаем домой вот снимаем дверь выкручиваем четыре болта два здесь два там снимаем ограничитель и дверь у нас прыг так все поставили дверь ну-ка закрываем но выстрел данные низковато на как стоит я может она открыта закрыта там короче прикол мы поставили дверь все ништяк видите как стоит вообще класс и первый раз все поставилось но прикол в другом что теперь она мы не можем открыть у нее торчали а нет ручки ну короче в общем здесь короб и он походу нажал на пипку вот на пипирку и закрыл короче двери теперь туда попасть невозможно здесь закрыто здесь закрыто здесь закрыто то есть а ну кстати можем и снять дверь нам и этот не открутим тот ограничитель да ну все короче установилась и последний раз но это можно конечно вот тут высверлить там ручку засунуть открыть окно и короче в общем она стоит слава богу сегодня мы будем управлять крышу вмятину с помощью вот таких вот короче палочка клеевая палочка уволен для клевого пистолета мы купили самый толстый раз два три четыре пять шесть семь восемь девять палочек у нас на крыше вот смотрите есть такая жесткая вмятина то есть вот она огромная тут короче прыгали под музыку танцевали на крыше а вот мы теперь управляем под какой музыку под марганштером наверное короче смотрите чем будем делать мы вообще хотели вытянуть споттером но споттер у нас нет сварки у нас нет ничего у нас нет мы покажем способ один как делать если вам надо красить потом деталь то есть вот я взял шкурку на 80 вот на 80 берешь это место чтобы короче было максимально так сказать площадь прилегания клея то есть мы сейчас нагреваем клей пачку то есть мы берем пачку сразу 9 штук короче так берем так расплавляем и вытягиваем это первый способ под покраску и у нас есть вторая точно такая же рядом и мы ее короче вот такая же вмятина и мы эту вмятина попробуем убрать ну к примеру без покраски крыша вроде не крашена родная то есть это такая вмятина также приклеим ну вы поняли попробую вытянуть и посмотрим где будет эффективнее вообще чуть-нибудь получится ли у нас или не получится погнали кажется ты слабо нагрел ну их надо прям вообще жестко нагреть короче мы нагрели у нас газовая горелка можно нагреть ну на газовой горелке который маленько можно вот на обогревать любом открытом огне вот мы нагрели прям буквально за за секунду наверно мне кажется творится попробую дергами конечно отвалится ну короче надо прямо помощнее нагреть вот так нагреваем эти сопли так прям а и загорелся а давай втыкай скорей втыкай странно мало да как то сейчас мы типа грей металл чтобы он так чпунькс ну короче это как бы про проверка лайфхак так сказать вот такие ниточки тут у нас проверка лайфхака получится ли такую мощную вмятина выправить мы типа пробовали здесь погреть а потом мы с диор ним я думаю какую-то маленькую по-любому можно мятину убрать 40 градусов показывает может подождать пока они вообще прям засохнут короче оставляем их на пару минут погрели строительным феном вот они вот так вас расставили сейчас пока она не схватилась могут еще площадь вот так деревянной палочкой увеличиваем чтоб как говорится дернуть так дернуть главное чтобы они не оторвались эти палочки вот 8 9 деревянных палочек обошлось рублей 250 230 наверно если получится это конечно будет круто от клей легко потом берется наверно нагреть его и ложечкой воротик воротик так вот короче мы ждем засыхания вот так она короче засыхает но она быстро засыхает скульптура вот она уже схватывается короче оставляем ее еще на пять минут пока она полностью остынет можно посмотреть какая температура сейчас температура вообще высокая 60 градусов санда комнатной опустится засохнет и включимся так ну вот короче мы подождали минут наверное 20 хорошо так подождали все вот так вот засохла как скала палочки привязали чтоб короче не держать их минут 20 делами позанимались сейчас мы греем вокруг феном чтобы металлу типа был теплый не не знаю поможет это или нет ты думаешь получится о надо было вот туда ну хрен торвешь да не она так под выровнялась о посмотри выровнялась о не трогай сейчас не трогай точно ты не уволен ты нужен подойди сейчас она это остынет на она примет форму куда смотреть как классно смотрите как выровнялась он как здесь и вот так здесь прям с первого раза вытянулся офигенно даже уже особо а чё тут уже тут залом ты тут ничего не сделаешь здесь а ну вот здесь вот тебе что ну да здесь можно короче теперь наверное надо будет греть сам клей либо отвертку как-то поддеть до снизу больно способ вообще смотрите на покрытие которое зашкурили работает вообще сто процентов от тихо тихо кара сейчас мы как-нибудь убираем и переставляем вот на это место короче тут у нас оторвалась нифига нас здесь не вытянул слишком большая площадь мы такой этот айсберг еще маленький прилепили я не сошел с ума из того куска здесь вот сейчас мы протестируем как будет на глянцевом немножко поменьше короче подтопил я вот она сейчас засыхает ну довольно долго сохнет минут наверно 10 вот таком положении сейчас мы оставляем это у нас уже палочки кончаются сейчас как она задубеет побелеет мы попробуем за нее вытянуть в принципе даже такой результат нас уже как бы устраивает потому что здесь вмятина вообще жесткая о конфетки уже есть а сосать анализательная все получится нас вытянут так на все прошло время нужно мы погрели феном вокруг сейчас маэстро профессионал поправление мятин будет выправлять посмотрим с вами а по красота может ту сторону он отрывается смотри короче получается что даже не мотую деталь даже лучше получается потому что хотя бы можно и отодрать а там он видеть как задолбались и отдирать как она сильно приклеилась вот прям на это все шлифованную поверхность прям короче в общем и без этого она держит отлично держится еще вот у нас одна есть вмятинка небольшая с попробуем ее надо понять где у тебя типа слабое место так сказать да и так что шкурить мотовать это даже ни к чему потому что это вообще а выпрямился как думаешь только ее попробовать но когда греешь вроде получше да в общем итог такое что если у вас есть какая-то вмятина на двери на капоте даже на крыше вот если вам не надо прям в идеал что вы можете как бы и выправить таким способом вам понадобятся клеевые палочки обезжает поверхность и выправить то есть подождать как следует высушить ее и какие-то вмятина у нас супер огромные вмятины и видите там их выправили по сравнению тем что было как бы я считаю что даже такой результат это более-менее понятно что крыша она вся вот такая вот волнами будет но даже если ее брать под шпаклевку то все равно гораздо проще сошпаклевать вот это тем шпаклевать вот эти ямы никакие обратные молотки не нужны там чтобы вытянуть просто руками все вытягиваются и довольно легко так что это способ рабочий и нами проверены можно пользоваться по затратам это общем минимум с лаком может это просто такой налет надо с лаком отодрал но это потому что здесь шкури надо было а или нет ну короче если у вас деталь не заводская не вообще большой шанс конечно что лак отвалится да но есть игру делать аккуратно вот у нас видеть тут не отвалилась там может можно просто несколько раз уже сделали то есть нагреть прилепить как следует подождать пока она полностью вообще абсолютно затвердеет и вытянуть все да да самое главное еще надо нагреть феном строительным если строительно можно хотя бы обычным до 60 градусов от прилегающей поверхности то есть это высохла а вот это надо прилегающий греть 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 металл он как бы там мягкий становится там то есть и дыр гораздо легче вытянуть он как бы сам как чпок как вантузом наружу выходит и в таком положении вот он зафиксировался даже вот если я на нее надавлю она уже не хочет уже туда то есть я прям довольно он прям сильно давлю даже стучу и она уже туда назад не хочет она зафиксировалась все и здесь осталось шкуренья подготовка под грунт близится к концу серого он дотирает рыгает вот короче смотрите смотрите как получилось крыша вообще блин сразу видно профессионала быстро быстро так вам покажу что вы не успели ничего ведь раз 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 были на согласитесь лучше вот так чем две огромные вмятины как жопы сели ну и блин я считаю ты вообще успех за 200 рублей выправить крышу короче шпаклевать не стали нет смысла что она так будет целлюлитная что что зашпаклевать ее будем сутки на дне сидеть и самое интересное это самое не грамма шпаклевки же не до на крыше ни одного грамма вообще 0 грамм шпаклевки надо же писать какие персонал вообще на самом деле это мало здесь шпаклевки не так уж и много сам большая наверное может эта дверь ну везде как бы то тут то там по чуть-чуть в общем так сказать все заломы на дверях зашпаклеваны тут мы яму выбили вот так все зашпаклевали все отлично получилось тут тоже был залом тоже вышпаклевали все теперь ровно сделали тут тоже была вмятина нету дверь была убита нету новая дверь приросла уже даже не открывается как бы блин мы постарались нормально получилось хорошо сейчас нам надо заклеиться и продуть здесь все грунтануть эти поводки дворников еще подкрасить сейчас мы думаем с ручками вместе красить и черный оставить наверное черный оставим а это будет классная машина скажи классно скажи типа кто смотрит олухи а сентя по и пиво читает царапать гвоздем то малиновую ладу из танцует на крыше под песня под шефутинского 3 сентября будут чечетку отбивать как на этой тачке как думаешь они чечетку отбивали или просто припасывали типа быстрее клея сколько время как думаешь хочу даже хотя никто не ищет еще что крыса время где-то двадцать три наверное часа у нас закончилось все закончился скотч вместо скотч теперь у нас фольга у мы заклеиваем фольгой нам надо заклеить у нас закончилась бумага для обезжиривания у нас осталось только туалет бумага и даже она закончилась последний рулон но все деньги кончились все кончилось все с последних копеек с последних сил короче лепим нам надо сегодня загрунтовать будем очень долго заклеивать фольга дебильная двойная очень долго на короче липнет ну блин деваться некуда приходится страдать да а серёга еще рыгает красота ручки красиво гангстерски да нет жарко ребята вот вы тачку загрунтовали я уж тут снимать не стал одно и то же все короче нормально тут чуть немного давление было слова слабоват этот короче капли налетели это ладно и тут еще какие-то у нас сиськи какие-то вылазили не знаю откуда они взялись тоже ладно короче так очень долго заклеивали очень долго грунтовали все неудобно здесь мало места как всегда но это ладно грунт кончился мы часть сделали черным потом сделали серым серым грунтом сделали эту часть тут чего у нас осталось сейчас мы купили раз как совку двигателя раскоксовку и промывку будет у нас тест вот такой вот баночки раскоксовка плюс промывка две здесь баночки шприц трубочка заливается в поршня короче воде свечи и можно оставить на 30 минут а если типа захотеть то можно оставить даже на 12 часов для типа улучшенной там так сказать очистки и потом надо поршня еще будет провернуть но мы оставим на 12 часов мы сейчас что пришли это утро следующего дня мы сейчас нанесем антигравий и на 12 часов пойдем отдыхать а потом придем тут наверное все замотаем сделаем и уже сегодня нам надо покрасить и цвет кстати как выбрали мы классный вообще цвет а какой увидите похоже да а потом выбираем краску на ланос какой это ну такая вроде неплохая да вот эти все красиво с этого вера они вообще все какие-то классные откуда этот веер чем какой-то специально для элиты какой-то элитные такой веер все цвета красивые на машине все сможет вкусно машине все еще лучше смотреть ты кого больше хочет этот тоже потерял нет вот из этих трех из этих трех мне нравится селененький и селененький ну вот это вроде ничего я еще тогда не знал насколько выбора цвета будет роковой ошибкой то что для нас кажется круто для других просто как-то неприемлемо и тупо и в общем реально обосрались с убором цвета в том плане в качестве машины для продажи окно все мы короче наносим антигравий и на 12 часов отсюда сваливаем вот такая штука классная заклеили вот ей прям быстро раз раз так все до 240 потёрли маленько обезжирили антигравий залили чай в один слой надо до него до а а а а а а и а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Инструкцию можно потом Пробег Следующая очистка при пробеге Смотрите, можно почистить Написать пробег, когда была раскоксовка Типа якобы это не только Для совсем убитых моторов А еще Как профилактика Можно использовать Тут инструкция, все подробное есть Мы вообще ни разу такое не делали Сейчас попробуем Представляется Наливается в эти колодцы Свечей Наливаем туда шприцами И мы будем ждать максимально долго То есть не час, а 12 часов О, здесь катушка Старт вольт 21.12 Какая-то написана Нам еще надо бронепровод Как-то починить Сейчас посмотрю, чтобы был хороший контакт В общем пока Сейчас мы будем заливать Всем забыли, чтобы Сделать эту хрень Надо короче завести Машину прогреть Она у нас стоит в боксе Тут будет вонять Сейчас мы включим вытяжку Сделаем типа такой удлинитель для трубы Из картона Прицепим к трубе И засунем в эту щель Вытяжную Чтобы тут короче не задохнуться Прогреем мотор Посильнее И потом уже будем заливать А, вытяжку Откроешь? Колбасит движок Троит Бронепровода вот все Соединил короче Вот так аккуратненько Он троит, да? Вот тут вообще прям Колбасит Бумага наша вылетела У нас новое Изопретение У нас пылесос И армированный скотч Сейчас мы заведем И короче это Вот так оставим Загреваться Отлично Хочешь кальян? Кальян, хочешь донуть? Все, давай Блин, как в профессиональном автосервисе Прям Так, ну все Мы короче тачамбу Прогрели Достали Свечи Теперь мы Берем шприц Вот эту вот жижу Лимонную Да, подержу Вот еще это Драгоценная жижа Выйдет 18 миллилитров По ровну поделить 4,4,16 По 45 миллилитров где-то Сколько шприца? 20 Ну Два раза по 20 Сделай в каждой Я там только ничего не вижу Это будет А, 8,4,32 Сколько тут? 240 миллилитров? 180 А, погоди 180 на 4 Сколько? Это чуть меньше 50 Ну, 45 где-то, да Давай по По 40 Сначала Остатки Потом разольем Может он цилиндр Больше налить Который Вот этот Гнилой Так, доктор Уколчик Что у вас болит? Какой цилиндр беспокоит? Сейчас придет доктор Вас полечит Шприцем А вдруг там просто Лимонная кислота А ты сюда не два раза жалил? Нет Один А вон какое-то кольцо Сейчас отвалилось Здесь еще намаз Денете? Нет 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Хоть какой-то вид этим стрёмным колесам, на которых вот так все покрасилось, потому что здесь ржавчина, но сам видели, какая нереальная была. И хотя бы вот такие колпачки одеть, самые дешевые, 900 рублей стоят. Потом купили вот такую самую дешевую крем-краску. Вот моя цена за 37 рублей, чтобы нам обновить дверные карты. Они у нас серые, но будут черные. То есть мы их намажем, я покажу тоже, как из этих карт, что получится. Плюс их надо немножко отстирать будет и, короче, соединить. Плюс, чтобы закрыть вот эти огромные дырки, мы хотели купить заглушки, но это тоже что-то все то дорого, то в наличии нет. А ты забрал этот карпет? Да. А, вот купили такую фигню, короче, типа самоклеющегося карпета. Вот мы здесь вырежем кружочек такой аккуратненький. Вот так, в общем, все это залепим. Поразил. Он как-то толстый из автохлама. Он все время что-то или роняет, или поджигает. А он, наверное, на мусорку выкурит. Какой я? В ступеньку. Короче, что мы еще купили? Что-то мы вообще все накупили. Масло мы купили, вот. Самое главное, мы купили 5-литрухи масла. А куда они уже делись? Понятно. Тут? Угу. А, вот. У нашего, короче, поставщика мы купили 15 литров масла. Это 10W40, как он говорит Luke Oil. Ну, хрен его знает. Luke Oil это или что? А, или он говорит Gazprom. Ну, короче, я уже покупал у него масло. Нормально. Короче, походит. Пойдет для нашего Ланоса. 5-литрухи нам хватит. А 10 литров у нас на запас. Покупили мы по 150 рублей за литр. Здесь на 2,250. Ну, я ему отдал 2,200. У него 50 рублей не было сдачи. Мы на каменажце сыграли. Я, короче, 50 рублей выиграл. Вот. Так что все вот это великолепие нам надо засунуть на машину. Я еще тут вот здесь заполировал капли. Вокруг пошел. Ну, вот еще тут видно. Короче, надо мне еще немножко там сделать. На той стороне. А здесь показал? Да, он показывал. Ну, да, царские такие. Карбон. Хром, карбон. Короче, вот здесь я сейчас делаю. Мне надо вот это место сделать. Я уже с инфракрасником посушил. И здесь где-то еще капли его. Сосиска висит. Сейчас вокруг обойдем. Блин, ну резинки еще надо вставить. Карты там. Руль мы уже переставили, чтобы ровно стоял. Панель натереть. Пропылесосить. Поворотнички поставить. В общем, сегодня у нас цель его доделать полностью. Вон, фонари накинули уже. Этот приклеил значок. Фонари вон полирнули. Вон, какие стали. Красивые. Блестящие. Хорошие. Вообще классные. В общем, будем сейчас заниматься. Время сейчас на самом деле не так много. Шесть часов где-то с лишним. Все, вообще говно получилось. О, красиво. Почему говно? Двести царапинных. Ну, все равно красивый такой прям. Машинку надо делать. Вручную. Когда я вот машинку сделаю, все идеально. Пал, все. Так, я вот взял ферри. Нагрел водичку. И вот сейчас, короче, перемешиваю. Делаю вот такую густую пену. Чтобы вот эту дверную карту надо вот эти отмыть. Ведь они все в грязи. Вот это и вот это в таком состоянии. Прям в плохом. Сейчас надо будет обшивку вот этой тканью протереть. Вот это все протереть, обезжирить. Чтобы потом крем-краской закрасить. Но я делал в основном, чтобы вот эту вот ткань очистить. Вот так, побольше пену болтать. И вот так щеточкой ее взять. Ну и так вот чистить. А он, походу, сзади вот эту брюкенчику. Ну вот и, короче, очистил. Вот разница сразу видна между вот этой картой и вот этой. Вообще жесть такая грязная. Тут еще можно почистить. Ну, даже так уже прям гораздо лучше. Прям свежее выглядит. Это вообще хлам. А где у нас такая чашечка от нее? Не знаю. Не было? Не было. Так, вот. Берем теперь крем-краску. Вот так вот я залепил. Смотрите, карпет вырезал. Вот так прилепил. Вот так вторая карта выглядит. Она уже намазана немного. И вот сейчас начинаем вот эту всю фигню. короче, вот так вот затирать. Она типа не отвалится и потом не будет руки пачкать. Она сейчас высохнет прям за 5 минут. Над ее тонкими слоями много-много вот так нанести. два-три слоя. И карта будет выглядеть красиво. Ее стереть можно будет только антисиликоном. Хотя так же прям наносилось? Как? Жирно? Да, так. Да, как будто она жирная. О, видите, какая разница. Вот как здесь выглядит. И вот как вот седой пластик. Мы все тут, короче, обновили. Зеркала, резинки. Все, короче, все намазали. Ручки. Сейчас еще намажем. Все намажем, чтобы все было красивое. чтобы все было как новое. Так, чпок, чпок. Надо сейчас подсохнуть. Конечно, матовый немного будет, но все равно эффект будет вообще классный. Вот как ручка выглядит. И вот какая. То есть не красить ничего не надо. Вроде и перекуп вариант, а все равно она держится. Не отваливается. Это не как панельно полируешь, чтобы там тряпкой протер и ничего нет. А это прямо она будет держаться. Потому что это крем-краска. Примерно как-то вот так получилось. Не идеально, конечно, но гораздо лучше, чем было. Вот здесь. Ну, еще может, тут один слой нанесу. На этой карте прям очень какие-то плохие. Но все равно цвет немного выровнялся. Это все чистенькое. Сдалека он, видите, как вообще классно смотрится. Поворотнички поставили. Сейчас, короче, салон прибираем. Так, ну все, тут близко к концу уже. Сейчас мы попыхтели. А там, кстати, надо масло чуть-чуть залить. Там же нет его. Здесь нет? Ну да. Вообще нету? Ну, смотри. Да, ты же сказал, там чуть меньше минимума. Да, это хорошо. Для промывки-то что? Там будет все колбаситься, наверное. А если его нет, что там уколбасится? Промывка. Сейчас добавимте надо. Или сначала масло? Да, не знаю. Сразу все расколбасится. Короче, заливаем промывочку от вина дизеля. Бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Так вот. Сейчас будет мотор как новый. И заводим 10 минут колбасим. Короче, мы задолбались. Время 12 часов ночи. Пойдем, короче, уже домой. Поставили колпаки. Собрали. Собрали карты. Собрали салон. Всякие штучки, дрючки мягкие здесь сделали. Ароматизатор повесили. Ну все, Ланос почти собран. Сейчас, короче, надо его выгнать. Мы налили у него бензинчика. И у нас тут жесткая метель. Смотрите, как у нас тут все завалило. Надо чистить вот этот соседний гараж, чтобы назад выехать. Все просто завалилось снегом за ночь. Нам уже вот эту машину пора делать. Выгонять Ланос. Чинить у него тормоза. Масло мы вчера так и не поменяли. Там побоялись под домкратом гайку откручивать. Уже больно, как-то она закисла. Так, ну сейчас мы тут все почистим. И надо, короче, сделать тракировку. Одну машину выгнать, а вторую загнать. Все, спустя... Сколько мы очистили? Сейчас, да? 30 минут. Спустя 30 минут, смотрите, какой мы тут. Диснейленд откопали вон. Вокруг, чтобы выехать. Соседу даже почистили. Одному дверь завалили. Замок только оставили. Сейчас мы, короче, выезжаем. Заезжаем, загоняем. Сейчас будет операция прорваться сквозь снег. Давай. Назад сначала? Еще. Надо еще тебе? Смотри, там просто... Я пройду, так мимо нет. Ну, тебе надо максимально влево. Давай вот сейчас налево. Стоп, стоп, стоп. Давай. Да, вот так. Еще левее давай. Тихо, стоп, 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 стоп. Вот сейчас прям потихоньку езжай и руль направо. Да, вот так. Ровно, стой, нет, стой. Вот так езжай параллельно. Стой, стой, стой. Все, давай. Теперь к газу. А тут газу все. В смысле, куда все? Все, выезжай. Да? А куда? Не, ну, нам надо загнать тренажку. Да там еще подметать, там еще убираться. Типа туда сразу? Конечно. Чем дольше мы ждем, тем хуже снег здесь. Капец. Что такое-то? Да, она что-то жестко троит. Может, давай я лопатами тебе... Давай я сейчас лопатами там почищу. Пока, дожди, пока. Ну вот, короче, такая тачка получилась. Не без косяков, конечно, но ничего, такая симпатичная. Вот наша роза приора. Вот теперь сиреневый ланос. Как называют ланос, шевролеанус. Вот так вот с дисками все равно хорошо смотрится. Хоть и колпаки, но все равно. Сейчас снег налетел как раз на нашу мятую крышу. Вообще ничего не видно. Ну, выглядит такая, как прям из это... Из NFS Underground. Такая прям вообще с губой. Черная решетка. Значок наполирован. Прям... Прям новый. Классный. О, даже вас смогу показать. Открой капот. Ну и движок тоже чистый. Все ништяк. Вон снег уже налетел под движок. Ну, а в салончике вот так вот. Не новый, конечно. Поставили заглушки. Муляж сабвуферов. Поставили уплотнители. Убрали колхозные наклейки. Все здесь протерли. Тут даже, смотрите, подстаканники. Даже есть люкс. Отваливаться. Люкс. Сюда надо, короче, ставить магнитолу. С задней камерой. Потому что вообще ни хера не видно. Вот сейчас я ехал. Вообще ничего не вижу. Не. Вообще ничего не видно. Здесь немножко не помыли. Сейчас этот пальцем вот так протру. Все. Новое будет. Ну, карты поставили. Карты, конечно, так себе. Но если вот так рукой прикрыть, нормально. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Редактор субтитров А.Семкин